Всем привет, с вами Дэн и у нас тут две новиночки от Сан-Мартин 2024 года. Знаете, после того, как я в Гонконге побывал у одного из их дилеров, как-то стал немножко по-другому этот бренд воспринимать. Значит, здесь у нас новиночка такая хомажистая, да, хомаж Тюдор, Black Bay, и вторая новиночка это развитие одной из линей, где у нас GMT-шечка. GMT-шечка и уже с таким достаточно собственным дизайном от Сан-Мартин. Ну что у нас в комплекте? В комплекте инструменты, в комплекте, значит, гарантийная карточка, мануал, брелочек, ну и визитная карта. В принципе, все как всегда. И классические вот эти зелененькие чехольчики от SM. Ну и давайте сейчас мы все достанем, я сейчас все, конечно же, распакую, а потом уже будем детально с этими моделями знакомиться. Итак, значит, модельки распакованы, заводная головка здесь завинчивается. Ну и давайте поговорим сначала про вот этот хомаж Black Bay 54. Значит, референс у модели SN0138G, как я уже сказал, версия 2024 года. Без купонов на Алиэкспресс они стоят примерно 24 тысячи рублей, ну, по крайней мере, на момент записи ролика, так что сколько будет стоить на момент вашего просмотра, это я, конечно, сказать не могу. Значит, по характеристикам здесь безель керамический, матовый, и они, интересно, там как-то пишут, что якобы это вот в этот безель добавили каким-то образом бисер, может, я не так что понимаю, но мне кажется, действительно, какой-то оттенок у этого безеля своеобразный. Я, по крайней мере, такой не встречал, то есть такая светлая матовая, получается, здесь окраска, ну, не окраска, понятное дело, это у нас керамика. В общем, светлая матовая керамика с золотистыми вставками. Выглядит прям очень прикольно. Знаете, свежо, необычно, мне нравится. Честно говоря, не думаю, что у Tudor вот есть такие именно цвета, поэтому можно сказать, что это такое нововведение от San Martin. Значит, циферблат тоже матовый, но он темнее, он уже близко к черному цвету. Я бы сказал, такой, знаете, совсем-совсем темно-серый цвет, переходящий в черный. И он хорошо сочетается с этим, ну, относительно светло-серым безелем. Прикольно. Вот, слушайте, сочетание цветов прям пушка. Мне нравится, что золотистые метки, золотистые стрелки, они тоже как бы перекликаются с отметками на безеле. И при этом вот этот такой сдержанный, такой светлый-серый цвет, он был бы блеклым и никаким. Но вот это золото, оно прям его тащит вперед и принимает внимание на себя. Интересно, очень интересно получилось. На метках и стрелках суперлюминого C3. Стрелки-снежинки, как видите, которые некоторых бесят, некоторым нравятся. Для меня так окей. Сейка MH35, механизм внутри. Ну, сами знаете, рабочая лошадка, 316L сталь по браслету и по корпусу, 200 метров водозащиты и Sapphire с внутренним антибликом. Ну, и новая уже, ставшая нам такой привычной, застежка Fly от San Martin, где есть такая вот специальная кнопочка. На нее нажимаем и можем отрегулировать длину браслета на где-то примерно полтора сантиметра. Удобно, потому что вам не нужно ничего тут отвинчивать по браслету. Сразу вот захотели, сделали побольше, захотели поменьше. Конечно, очень удобно и уже практически на все свои часы San Martin стал ставить такую застежку. Значит, у нас тут мама, да, крепление браслета, поэтому ничего нигде топорчиться не будет. Но это, конечно, классно. San Martin это уже привычно нам, так сказать, делает. Браслет Oyster. Браслет полностью сатенирования. Такой, как бы, матовый. Тоже, опять же, сдержанный. В общую стилистику часов. Браслетов, застежка, понятное дело, здесь все литое. Лучше на данный момент от San Martin. Нет системы быстрой замены браслета. Ну, наверное, она здесь особо не нужна, хотя я бы, конечно, захотел бы ее. Вот, но тем не менее, нет. А нижняя часть браслета для тех, кому это важно, ну, несколько островато. Хотя, по современным San Martin меркам, это уже, как бы, улучшенная версия браслета. Но, тем не менее, если вы, там, скажем так, неженка или еще что-то у вас с кожей, то учитывайте. Да, может показаться несколько островато. То же самое по нижней части корпуса. Но, в целом, это достаточно стандартный, скажем так, браслет от San Martin. По размерам, по размерам, по безелю 38, по корпусу будет чуточку меньше, где-то 37. По высоте, с учетом выпуклого стекла 12,9, без стекла, я думаю, будет, ну, быть, 11,7 на миллиметр меньше. Браслет 20, и от ушка до ушка, здесь ушки довольно-таки длинные, 45,5. Мое запястье 18,5 в обхвате, ну, собственно, посадка здесь все классическое. Да, ну, слушайте, мне нравится вот этот оттенок по безелю, прям, он решает, он решает. Он, если хотите, заставляет обратить внимание на эти часы, потому что, ну, казалось бы, да, Hamash Tudor Black Bay. Ну, кто его не видел? Вот с этим, с этой расцветкой как-то все заиграло новыми красками. Ну, и по весу на полном браслете 147 грамм, ну, немного. Немного, и да, забыл показать про запас. Сейчас у нас где-то сантиметра 3 плюс сантиметр в застежке. Ну, в общем, сами, сами считайте, да. Но эти часы все-таки на среднее запястье и на небольшое, я думаю, вот скорее так. Ну, теперь давайте идем к другой новиночке, которую я бы назвал Rudebeard, да, потому что у нас тут такое интересное сочетание, которое, по-моему, Tudor первый предложил в своих моделях. Как раз вот такой черно-коричневый безель. И San Martin вот на свою линейку, которая у них называется SN0116. Это версия 0116G. Версия 4 GMT, в общем, так довольно сложно называется. Ну, сами понимаете, GMT сейчас это просто хит. И все по-прежнему выпускают часы GMT. Ну, и у San Martin довольно большая уже такая коллекция подобралась. Именно вот и трех стрелочников, и версии GMT вот в таком корпусе. Новым, аккуратным, с новым браслетом, очень таким легким. Ой, он прям как шелк. Мне очень нравятся внутри рисовые зерна, а по краям сатинированные такие небольшие звенья. Застежка такая же, да, Fly, с кнопочкой, так что на полтора сантиметра можно отрегулировать. И в случае вот таких браслетов это тоже полезно, несмотря на то, что звенья небольшие. То есть, вы можете вообще как угодно под себя подстроить. Ну, лучшая сейчас вот застежка от San Martin. Это вот такая. Здесь просверленные ушки, тонкий корпус, такой в стиле 60-х. Тонкий профиль, пухленькая задняя крышка. И достаточно высокий безель с, опять же, купольным здесь сапфировым стеклом. Системы быстрой замены браслета нет. Ну, опять же, я думаю, видимо, подумали, что кто его будет браслет-то менять. Значит, внутри, понятное дело, стоит сейка NH34. Стрелка GMT, GMT офисный. То есть, база у нас здесь ваше домашнее время. И время в каком-то другом часовом поясе. У нас идет красной стрелочкой. Контрастной. Хорошо читается. И будет отвлекать, наверное, все время. Хочется посмотреть, а где же там эта красная стрелка. Дата у окошка у нас у отметки 6 часов. Белым цветом. Подложка тут либо черная, либо коричневая. Посмотрим потом на макро. Мне нравится циферблат. Мне вообще нравится эта модель. Эта линейка. Она очень удачна. Потому что, ну, такое, знаете, прям с одной стороны классика. С другой стороны, вполне себе повседневные, повседневные часы. Да. По стали 316L по корпусу, по браслету. 100 метров водозащита. Сапфир плюс внутренний антиблик. Безель с алюминиевой вставкой на 24 щелчка. Да, у нас тут 24 часа в любую сторону движется. Ну, такой удобный, крепкий, хороший безель. При этом хват тоже удобный. Здесь вот эта насечка, она максимально такая, знаете, максимально сглаженная. Приятно браться за этот безель. Нигде ничего не режет, не топорчится. И отделка по корпусу здесь несколько другая. Здесь более сглаженные нижние грани. Да, я бы сказал, и по браслету чуть-чуть он менее острый, чем, например, на вот этом нашем хамаже Тюдера. Поэтому, опять же, если что, это вот для тех, кто любит помягче. Да, как бы на ощупь, я хочу сказать. Значит, здесь внешнее кольцо у нас такое, цвета молока, наверное, да, такого, слоновой кости. Он не белый. Не белое внешнее кольцо, разметка минутная. Стрелки золотистые, метки золотистые, всё накладное. Трёхмерный циферблат. Ну, в общем, всё по красоте. Кто любит, чтобы были вот накладные метки и хорошо на солнце, конечно же, отблёскивало. И здесь вот тот самый случай. Такой узенький достаточно безель. Ну, вот, такой прям выдержанная, сдержанная. Хороши, хороши. Нравится и корпус, нравятся эти часы. Они прям, вот, как мне кажется, очень-очень удачные. 38 у нас по, значит, по безелю, а по корпусу. Здесь корпус чуть пошире. 39,6. Вот, в отличие от того же хамажа Тюдера, да, наоборот, чуть-чуть идёт. Ну, в целом, размерность будет примерно одна и та же. 12,5 по высоте, без выпуклого стекла. 10,8 по браслету 20. И от ушка до ушка. Здесь ушки тоже длинненькие. 47,3. Ну, и моё запястье 18,5. Вот так у нас получается. Аккуратно. Ушки чуть загибаются. Браслет с небольшим извинением, поэтому хорошо обхватывает запястье. Ну, и про запас тоже примерно где-то 2,5-3 сантиметра. И плюс берём ещё 1,5 за счёт застёжки. Но, опять же, часы среднеразмерное запястье, либо небольшое. По весу. По весу, опять же, на полном этом браслете. Чего у нас получается? 134 грамма. Ну, и по цене, опять же, без купонов 32 тысячи рублей они на Алиэкспресс. Так, как обещал, здесь всё у нас золотистое, да? Антиблика хотелось бы чуточку побольше. На стекле напомним, что оно купольное, поэтому это немножечко прощает ситуацию. Смотрите, какие хорошие здесь метки. Прям такие глубокие, чёткие. Очень аккуратно сделано. Прям хорошо, хорошо. Бизель прям вывозит эту модель. Вывозит, мне нравится. Ну, и сатинирование на высочайшем уровне, что, впрочем, характерно для Сан-Мартинах последних лет. Ну, и наш второй. Рудбир. Тоже здесь, да, всё накладное, золотистое. Кстати, да, подложка даты такого же оттенка, как и циферблат. Ха! Учитесь, свисцы! И безель, вот тот самый, да, коричнево-чёрный, сдержанный безель. Ну, что ж, пушка. Вот такие две модельки. С ними, в том числе, Сан-Мартин начинает, да, у нас 24-й год, точнее, продолжает. Ну, а у китайцев после Нового года, мне кажется, удачные модели. Здесь, конечно, характеристики, отделка, качество, всё на высоте. Но, собственно, мы к этому уже немножко привыкли, уже немножко разбаловались. Уже ждём других цветов, сочетания каких-то фишечек. И, знаете, в этих двух моделях Сан-Мартин эти фишечки нам предложил. Пишите, как ваше мнение, чё ещё посмотреть. На этом у меня всё. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok